всем привет с вами алекс мы продолжаем изучать python на сайте python tutor занятия 10 тема множества задача пересечения множеств даны два списка чисел найдите все числа которые входят как первый так и во второй список и вы видите их в порядке возрастания примечания и даже эту задачу на питоне можно решить в одну строчку мы не будем это пробовать решить в одну строчку начнем с того что мы считаем списке здесь у нас есть два значения списка и список b и из этих списков нужно получить множество как это сделать мы также как обычно с помощью функции input split получаем значение отдельного элемента списка преобразуем его в элемент множества и после чего собираем все вместе с помощью функции set объединяем их множество так задаем множество а множество b после чего воспользуемся функцией intersection эта функция позволяет найти пересечения множеств то есть элемент входящие в первое второе множество мы получаем на выходе множество которые помещаем переменную с теперь нам нужно отсортировать это множество удобнее всего это сделать если мы преобразуем множество в список и с помощью функции sort отсортируем его и далее если мы попытаемся вывести значение s то есть список мы действительно на выходе получим список но система проверки требует знать получить значение списка то есть каждый элемент списка по отдельности сейчас у нас получается список списков вот что делать можно воспользоваться таким приемом как мы уже делали раньше с помощью функции join мы по элемент на значение списка собираем и выводим на принт либо воспользуемся новые функции а именно звездочка одна звездочка и две бывает итак звездочка позволяет непосредственно получить или передать аргументы из одной функции в другую еще более подробно об этом поговорим и будем встречаться в дальнейшем это называется распаковка распаковка списков кортежей и словарей кому интересно можно погулять вот как то так давайте посмотрим да все верно и снова разработчики сделали решение в одну строчку некоторые участники повторили это решение отлично здесь похоже ну тут интересно объединили конечно заменили и присвоили значение нашли минимальное расположили так ну вот такие вот решения ну чтож я надеюсь этот выпуск был полезен для вас ставьте пальцы вверх пальцы вниз подписывайтесь комментариях предлагайте темы для обсуждения спасибо за просмотр пока